Сегодня состоялась рабочая встреча Донецкого городского головы Игоря Мартынова с представителями служб безопасности ДНР. Все должны понимать, что такое преступление, которое делает сегодня украинская армия во главе с президентом. На фоне произошедшего хотелось бы мне задать вопрос Алексею Юрьевичу. Сегодня у нас, к сожалению, гибнут люди, разрушаются дома. Есть вопросы мародерства, есть случаи того, что у нас, к сожалению, это происходит. Как вы реагируете сегодня? Потому что мы уже все-таки должны думать о мирной жизни, чтобы люди не боялись. Поэтому какие сегодня у вас есть планы, какие у вас есть мероприятия, что вы сегодня делаете в этом направлении. Все наряды у нас приближены к местам, где, согласно анализа, у нас наиболее подвержены фактам мародерства. Организовано проведение таких же мероприятий силами участковых инспекторов полиции, которые проверяют заброшенные строения, крыши, чердаки и иные места, где могут находиться антисоциальные элементы. Активно в этом нам оказываются действия подразделения ополчения. В качестве статистики я приведу пример, что с момента создания Министерства внутренних дел ДНР сотрудниками полиции было раскрыто более 100 факт краж личного и государственного имущества. Кроме таких обстрелов у нас еще могут находиться какие-то диверсионные группы. Что сейчас у нас? В плане этого хочу сказать, что в каждом районе города организованы военные комендатуры, назначены военные коменданты. При каждой комендатуре есть дежурные операторы, которые принимают звонки как из официальных источников, то есть с горячих линий, от сотрудников полиции, от представителей администрации города и от мирных жителей, которые проживают, видят что-то, о чем-то могут сообщить. Мы реагируем на эти звонки, своевременно выдвигая в районы происшествий группы быстрого реагирования, которые пытаются, по крайней мере, предотвратить все эти вещи. Номер телефона дежурной части комендатуры 063-572-2216. Действительно, сегодня не все министры понимают, зачем они приходят. Я очень благодарен, что пользуюсь случаем нашему уже главе государства, потому что на последнем совещании Совета Министров был очень в этом плане жесткий разговор, чтобы все понимали, кто для чего здесь находится. Потому что сегодня не то время, когда мы можем свои личные вопросы решать впереди построения республики. Гуманитарный батальон Новороссия Екатерина Губарева продолжает оказывать поддержку жителям республики. Подробнее в репортаже наших корреспондентов. Донецкая Народная Республика продолжает выплату материальной помощи наиболее социально незащищенным категориям граждан, привлекая множество волонтеров к этой работе. Гуманитарный батальон Новороссия поддержал коллектив волонтеров, который был задействован в работе по выдаче пособий в Калининском районе города Донецка. Гуманитарный батальон Новороссии благодарит всех волонтеров за их кропотливую и честную работу, за то, что они поддерживают население в трудную минуту, обеспечивают крепкий тыл. Огромное большое им спасибо. Хочу именно с удовольствием искренне поблагодарить гуманитарный фонд Новороссии от себя, от нас квартальных, от тех, кто в холодную погоду ходил бесплатно на волонтеры, и от нового поколения, которое будет жить в этой стране, в нашей, которую мы строим, за помощь, которая оказывается постоянно и, главное, своевременно. В Луганской Народной Республике с песнями выступил казачий ансамбль. Многочисленные зрители с удовольствием слушали произведение русского народного фольклора в профессиональном исполнении. После всего пережитого луганчанам так не хватает душевного тепла и песен, поднимающих настроение. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В Донецке состоялись первые в истории ДНР турниры по бильярду и боулингу среди молодежи. Мероприятие посетил министр образования и науки ДНР Игорь Костенок и министр по делам семьи, молодежи и спорта ДНР Михаил Мишин. Выборы, состоявшиеся накануне, дали старт развитию нашей молодой республики, в том числе молодежи. Уже сегодня состоялся турнир по боулингу и бильярду, в котором приняли участие донецкие студенты. Организатором мероприятия выступил клуб Чикаго. Студентам была предоставлена возможность поиграть в бильярд и в боулинг. Наконец-то ребята не пугаются арт-обстрелов и взрывов. В отличном расположении духа с пользой проводят свой досуг. Для студентов был организован небольшой фуршет. У нас участвуют студенты из разных вузов. Я сторонник того, чтобы у нас эти мероприятия проводились как можно чаще, желательно даже регулярно. Ну, желаю всем хорошего настроения, наверное, и приглашаю всех в наше спортивное заведение, где может любой поучаствовать, не только студенты, но и также, как говорится, от мала до велика. Физическая культура и спорт являются эффективным средством развития молодежи, укрепляют здоровье, расширяют общение и проявление социальной активности. За ходом турнира наблюдал министр образования Донецкой Народной Республики Игорь Костенок. Сегодня мы с вами присутствуем на очень интересном мероприятии, которое говорит о том, что жизнь не просто восстанавливается, а жизнь восстанавливается во всех ее прелестных проявлениях. И сегодня мы с вами присутствуем на открытии первого республиканского турнира по бильярду среди молодежи, среди студентов, где студенты уже не шарахаются от выстрелов в бомбу и разрывов снарядов. Они имеют возможность получить определенное удовольствие и развить свои вот те спортивные таланты, которыми так славится земля Донбасса. И те участники, которых вы видите за моими плечами, они как раз-то уже восстанавливают свою спортивную форму, для того, чтобы заблистать на международных турнирах все новыми и новыми результатами, которыми мы так долго славились. Спорт предоставляет молодежи широчайшие возможности для развития, утверждения и выражения своего «я». Молодежь, как самая динамичная, энергичная и критически мыслящая часть общества, обладает огромным политическим, социальным, интеллектуальным и творческим потенциалом. Я очень рад, что наконец-то у нас действительно есть потребность, ну, востребованность как бы свободного доступа, как бы я сказал, на данный момент, потому что как бы люди не должны оставаться один на собой со своими проблемами и должны где-то встречаться в публичных местах, например, в таких вот местах, где они могли посредить последние проблемы общественной жизни, молодежной жизни и тому подобное. Я думаю, это поспособует скорейшему возвращению к мирной жизни и имиджу молодежи на республике. Ну, хотелось бы пожелание, чтобы поменьше спиртного, побольше здравообраза жизни. Это тоже немаловажно. Все должно быть меру, конечно. Ну, большому кораблю, да, хорошее плавание. Я бы так хотел пожелать, когда мы заведением. Маргарита Миронюк, Тарас Мирный, Дарья Черничная. Специально для Новороссия ТВ. Далее информация о погоде на завтра, 7 ноября. И утром, и вечером в Луганске будет держаться пасмурная погода. Днем, возможно, небольшое прояснение. Днем ожидается плюс 6, плюс 12, ночью плюс 3. В Краматорске днем до плюс 15. Несмотря на ясное утро, днем и вечером погода будет пасмурной. Без осадков. Ночью плюс 3. В Славянске днем плюс 9, плюс 15. Погода будет ясной, вечером небо затянется облаками. Без осадков. Ночью сибиротра воздуха плюс 3. В Мариуполе днем плюс 7, плюс 8. Солнце в этот день будет редко показываться из облаков. Утром продолжится ночной мелкий дождь. Ближе к полудню он прекратится. В Горловке днем до 12 градусов тепла. Ненадолго небо станет ясным, но ближе к вечеру его вновь затянут облака. Без осадков. Ночью плюс 3. В Макеевке днем до 11 градусов тепла. Погода будет пасмурной. Прояснится только к вечеру. Без осадков. Ночью плюс 3. В Донецке день и вечер будут ясными. Придя на смену к пасмурному утру. Без осадков. Днем плюс 8, плюс 11. Ночью плюс 3. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok